Вся страна готовится к 12-й всероссийской переписи населения в 2020 году. Она пройдет в новом цифровом формате. В Тверской области также проходят подготовительные мероприятия. О том, как будет проходить учет граждан, выяснила Наталья Чекет. Перепись населения начнется с 1 октября следующего года и продлится до конца месяца. Особенностью проведения переписи в Верхневолжье является наличие большого количества населенных пунктов, в том числе с небольшим числом проживающих. По данным Тверстата, в регионе насчитывается более 9,5 тысяч населенных пунктов, 23% из которых не имеют населения. Сейчас проводится актуализация списков адресов домов и разрабатывается организационный план. Перепись, она в первую очередь важна для населения, для нашего государства, для правительства, тем, что лишь при проведении переписи можно получить наиболее полные достоверные данные о численности населения, его составе, структуре. Жители смогут самостоятельно заполнить анкеты на портале госуслуг. При этом внести данные можно не только на себя, но и на членов семьи. Также можно будет прийти в МФЦ. Перепись пройдет и в традиционном формате, однако теперь переписчики будут использовать вместо бумажных бланков планшеты. Бумажные носители, как правило, будут исключены, и если они будут использоваться, они будут использоваться в отдельных случаях при переписи отдельных контингентов населения, вот там, где невозможно использовать электронную технику. Участие в переписи – это добровольное дело населения. Жители Твери готовы пройти опрос и считают, что это должно помочь органам статистики. Любая перепись, она важна. Как для нас, так и для вас. Обязательно. В прошлую перепись населения я была переписчиком, так что почему бы нет. Всегда принимала, наверное, буду. Придут, будут. Обычно же так, по-моему, раньше было, приходили. По итогам переписи жители смогут узнать не только точные цифры о численности населения, но и увидеть социально-экономические процессы. Первые результаты станут известны уже в декабре 2020 года, а окончательные данные сформируют в течение 2021-2022 годов.